Доброе утро! Доброе утро! Харе Кришна, Диагуру Махарас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... There's only you and me. Yes, Guru Dev, would you please wait a couple of minutes? I think devotees will be joined. I'm messaging to chat that you are coming. Just a moment. And... ... 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 Сати привела множество аргументов, которые утверждают трансцендентное положение Господа Шивы. В итоге Сати решила порвать все отношения, которые связывали ее с отцом. В этот момент Майтрея объясняет Видури, как это все произошло. В этот момент Майтрея объясняет Видури, как это все произошло. И Майтрея рассказывает Видури, что, когда Сати говорила с ее папой в этой арене отцом. И Майтрея рассказывает Видури о том, что Сати говорила с отцом в этой жертвенной арене. Она оплачена в шафрановой одежде, села на землю и повернулась лицом на север. Она поменялась в шафрановой одежде. И она закрыла глаза, чтобы войти в транс-мистической йоге. Это примечательно, что она сменила свое одеяние. Она надела в шафрановой одежде. Если кто-то решает оставить тело, он облачается в шафрановой одежде. По всей видимости, Сати решила показать этим всем, что собирается оставить тело, которое было зачтой Дакши. Сати была очень могущественной. И если бы она захотела, она могла убить своего отца. Но вместо того, чтобы убивать его, она решила, что уже свое тело, которое было связано с ним. Она решила покинуть это тело, воспользовавшись методом йоги. И Господа Шива называют ее Гешварой. Мы учим из йогов. Он владеет всеми процессами йоги. И Сати могла научиться этому у Господа Шивы, у своего мужа. Или она могла обладать ими, потому что она была дочерью великого царя Дакши. И совершенство йоги заключается в том, что обладающий может покинуть свое тело. И может это сделать по своему собственному желанию. Йоги, достигшие совершенства, не погибают, не оставляют свое тело под воздействием влиянием материальных законов природы. Если это совершенный йоги, то он может покинуть тело тогда, когда захочет. И для начала йоги должен обладать воздушными потоками в своем теле. И затем он поднимает душу к макушке. А затем его тело загорается, и йог может оставить свое тело и отправиться туда, куда захочет. И эта система йоги отличается от той системы йоги, которая используется в теле. Избрали люди, чтобы контролировать свое тело. Эта система йоги предназначена для души. И в последнее время мы говорим много о йоге, которая занимается йогой, чтобы контролировать клетки в теле. Но это другая система. Истинная система йоги предназначена для переселения души из одного тела в другое. Душа может переселиться с одной планеты на другую или из одного тела в другое. И Сати решила перенести свою душу в другое тело и в другое место. И прежде всего она приняла надлежащую позу. И она подняла свой жизненный воздух вверх и поместила его в области пупка. Затем она соединилась жизненный воздух с интеллектом и поместила его в сердце. И затем она подняла его в межбуровье. Таким образом она контролировала воздух, который проходил по ее телу. Существует шесть потоков, которые циркулируют в теле. Они называются чакрами. Они называются чакрами. Они не потоки, а круги, простите. Такое, воздухо расширается от обдома до навел. Йога постепенно поднимает воздух из нижней части в области пупка. И от пупка к сердцу. И от сердца к горлу. И от горла к межбровью. И от межбровья. И от головного мозга. Таким образом происходит эта практика йоги. Но прежде чем практиковать, приступить к этой практике, необходимо практиковать различные позы йогические. Ягические позы помогают контролировать дыхание. И надо контролировать воздух, которые идут вверх и вниз. С помощью этих дыхательных практик, можно контролировать движение воздуха, которые подходят вниз и вверх. Это очень мощная техника. Но нужно практиковать, чтобы достичь совершенства ее необходимо практиковать. Но такая практика не предназначена для людей в нынешний век. Никто в этой веке не может достичь совершенства в нынешний век. Но мы видим, как в современном мире люди занимаются йогой, практикуя различные позы. И с помощью такой гимнастики можно улучшить кровообращение. И поддержать здоровье в теле. Но если просто выполнять эти упражнения, заниматься йогой только в этой части, и выполнять эти упражнения, то невозможно достичь совершенства йоги. Процесс йоги описан в Писаниях. И там описано, как кто-то может управлять жизненный воздух, то есть душой по своему желанию. И с помощью этого контроля можно перемещать душу из одного тела в другое, из одного места в другое. Но настоящая истинная цель йоги – не просто поддержать тело здоровым. Настоящая истинная цель йоги – не просто поддержать тело здоровым. Любой процесс трансцендентный самоосознание поможет вам снять свой тел. Нам нужно понять, что эта духовная душа является источником здоровья и силы тела. И как только душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться. Любая духовная практика позволяет человеку поддерживать здоровье, и не обязательно прилагать к этому какие-то усилия. Но если мы думаем, что цель йоги – это поддержать здоровье, то мы ошибаемся. Совершенство йоги заключается в том, чтобы поднять душу, заключается в эволюции души. Если вы хотите поднять душу на более высокую ступень. Или вы хотите освободить душу из материального мира. Некоторые йоги стремятся перенести душу на более высшие планеты. На более высоких планетах другой уровень жизни на этих планетах. И на других планетах может быть более материальные комфорты. И на других планетах может быть более длиннее. Там более благоприятные условия, материальный комфорт, большая продолжительность жизни. И более благоприятные условия и возможности для самоосознания. Некоторые йоги стремятся попасть в Духовный мир. На планеты Вайкунтхи. The bhakti-yoga process elevates the soul to the spiritual planets. Метод bhakti-yoga возвышает душу на духовных планет. And it's in these spiritual planets life is eternally blissful and full of knowledge. И на этих духовных планетах жизнь вечна, исполнено блаженство и знания. So bhakti-yoga is considered the best of all the different yoga systems. So bhakti-yoga is considered the best of all the yoga systems. So bhakti wants to give up her body. So bhakti wants to give up her body. So bhakti wants to give up her body. And she was seated there with great respect and Lord Shiva gave her a lot of affection. And Lord Shiva himself is worshipped by the great sages and saints. But bhakti was so angry towards her father, she decided to give up her body. So she began to meditate on the fiery air within the body. There's an air which is a fire. And she began to meditate on the fire that was in her body. So Lord Shiva, he is the best of all the great souls. And Lord Shiva used to adore Sati and have her sit on his lap. And this is a sign of respect which is shown towards Sati. So Sati's body was not ordinary, but still she decided she wanted to give it up. She wanted to give up her body because it was causing her unhappiness because of her connection with Daksha. So this example, said by Sati, this should be followed. We should be very careful about associating with persons who are not respectful to the higher authority. The higher thought Daksha was not respectful to Lord Shiva. He was offensive to Lord Shiva, so Sati wanted to give up her body because she was connected to Daksha. So the Vedic scriptures, they tell us that we should avoid the association of people who are atheists or non-devotees. And we should want to associate with the devotees. And by association with devotees, we can be elevated to self-realization. So there are many places in the Srimad Bhagavatam where they talk about the importance of associating with devotees and avoiding non-devotees. If we want to get free from the material energy, we have to associate with the devotees, with the great souls. And if we want to continue material life, then we should associate with the materialists. Materialists. Materialistic life is all centered around sex life. So if we become addicted to sex life and associate with people who are addicted to sex life, then this association will definitely interfere with our spiritual progress. But if we associate with devotees, people who are serious devotees, that will elevate us to the spiritual platform. So Satya decided to give up her body, to quit her body, which had come from her father Daksha. And her desire is to transfer herself to another place, so that she could have uncontaminated association with Lord Shiva. So in Satya's next life, she would take birth as a daughter of the Himalayas. And again, she would become the wife of Lord Shiva. And again, she would become the wife of Lord Shiva. And again, she would become the wife of Lord Shiva. Because Satya and Lord Shiva are eternally related. So even after she changes her body, their relationship continues. So Satya concentrated, she meditated on the lowest feet of her husband Lord Shiva. And Lord Shiva is the supreme spiritual master of all the world. So this way, by this meditation, Satya got purified, she got rid of all the sins, whatever sins were there, she gave them all up. And she is able to quit her body and a fire of meditation. Her body burst into flames because she was meditating on all the fiery elements. She was meditating on fire. And this caused her body to burn up. So she began the process thinking, meditating on the lowest feet of Lord Shiva, her husband. And simply by meditating on his lotus feet, she got great pleasure that she forgot everything in relationship with her body. So this pleasure, which she was experiencing, was certainly material. The pleasure, Satya was experiencing great pleasure, meditating on the lotus feet of her husband. But that pleasure was material. It was material because when she gave up her body, she took another body that was also material. But still we appreciate how a devotee's pleasure is there in concentrating the mind on the lotus feet of Lord Krishna or Lord Vishnu. By meditating on the lotus feet of the Lord, we forget everything material. And we experience transcendental bliss. And we just simply remember the form of the Lord. So this is the perfection of yoga, this is samadhi or ecstasy. So just a minute. Thank you very much. Продолжение следует... 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 Материальное сквернение уничтожается экстазом Сознания Кришны. Экстаз Сознания Кришны словно огонь йогический. Это является совершенством йоги. Если мы привязываемся к телевизору в материальном мире, то это не единственное йоги. Если мы сохраняем привязанность к телесным отношениям, то мы не можем считаться истинным йогом. Истинный йог не сохраняет телесную привязанность. В Шримад Бхагаве там сказано, что просто повторяй Святое Имя Господа и всегда помня о лотосных табах Господа. Или вознося Ему молитвы. Любой из этих процессов, все эти процессы вместе или один из них, тотчас же освобождает от материальной привязанности. И огонь экстаза сжигает эти материальные представления. И это происходит незамедлительно, без всякой задержки, как только мы сложимся сознающими Кришну, эта материальность верно сгорает. И Сати разорвала отношения с Дакшой, то есть она делает это в своем сердце. И Сати является богиней внешней энергии. Она является покровительницей, то есть, так сказать, заведует внешней энергией. И поэтому она не получила, как только она оставила тело, она не получила новое тело. Она просто оставила то тело, которое давно было ей Дакшой, и принеслась в другое тело. Она immediately transferred herself into the womb of a lady called Menaka. Menaka was to be her mother. So, she gave up the body she'd taken from Daksha, and she immediately moved into another body, so she could take another body. Она оставила то тело, которое было зачато Дакшой, и тут же перенесла себя в другое тело. Но она не получила духовное тело. Сати уничтожила свое тело, сожжала свое тело в гниве. И когда она это сделала, во всей Вселенной разнесся глушительный крик. Почему Сати, которая считается супругой самого уважаемого полубога, почитаемого полубога Шивы, оставила свое тело? Да, женщина считается такой удачливой, если она является супругой такой величайшей личности, как Господь Шива, зачем же ей оставлять тело? Всеoutные две модели, которые были в основном, университете, пирога Шивы. Все из них были ингредиенты и наши ценности на деку. И Дакшая была свдача, которая был великой великой Пустии, которую она получила с Вашей presidentей. Она была the wife от Lord Шива, и она университет. Полубоги, обитавшие на различных планетах, они были ошеломлены, почему Сати, которая являлась дочерью Дакши, величайшего из царей, и женой Господи Шивы, великого из полубогов, оставила тело. И Сати, у которой ничего не нужно было, у нее было лучшее рождение, лучшая семья, лучший муж, она не была удовлетворена, она уставляет тело. Это было удивительно, даже полубоги более ошеломлены. Это было удивительно, даже полубоги более ошеломлены. Это говорит нам о том, что даже обладая всеми материальными богатствами, нельзя быть полностью удовлетворенным. Сати могла получить все, что хочет. У нее были отношения с ее отцом, который являлся очень важной личностью во Вселенной. И у нее были отношения с самым лучшим из полубогов, Господом Шивой, который являлся ее мужем. Но все-таки она была не удовлетворена. Из Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что мы должны искать истинное удовлетворение. И наше тело, ум и душа могут стать полностью удовлетворены только тогда, когда мы посвящаем себя преднамослужению Господу. Если мы можем развить любовь к Господу, то только это может дать нам истинное удовлетворение. Другим способом мы никогда не будем удовлетворены в материальном мире. И поэтому это очень сильно удивлен, что Дакша, который был праджипатти, которая праведливая группа, праджипатти, он поддерживал все живые했습니다. Так что он не мог стать с самого маленького другого мужа, Сати. Все были удивлены тем, что Дакша, являющийся главой праджа-пати и тем, кто поддерживает всех живых существ, защитникам всех живых существ, так непосредственно обошелся пройду через Сати. Сати была добродетельной женщиной и великой душой. Но она уничтожила ее тело, из-за того, что ее отец пренебрег, она оставила его за поведение своего отца. И Дакша здесь ведет себя словно мертвец, хотя он был жив, но явился бы так все равно, что мертвый. Как же тогда, если бы это было не так, то как бы он так мог поступить со своей дочерью Сати? Так как Дакша является праджа-пати, его обязанностью было следить за благополучием и комфортом всех живых существ. Дакша считается повелителем всех живых существ. Дакша считается повелителем всех живых существ. Но он принадлежал свою собственную девушку, которая была возвышенной и целомыренной личностью и великой душой. Конечно, Сати заслуживала самого лучшего отношения к себе, самого почтительного отношения со стороны отца. И вот Сати, которая таким образом покончила со своим телом, это было великим потрясением для Вселенной. Причина, по которой она оставила свое тело, это было пренебрежение ее собственного отца, Дакши. Дакша был настолько жесткосердечен, что он не достоин был звания Брахмана. И так как Дакша совершил оскорбление по отношению к своей дочери, его репутация, так сказать, испортилась. Он должен был предотвратить ее смерть. И Дакша также получил дурную славу за то, что он завидовал. И, по-режиссии, по-режиссии, в Богом. И так сказать, Дакша здесь описывает, как недостойный. И, по-철ис间, Дакша якобы не имеет волну, не имеет волну. И, по-режиссии, в Богом. И, по-режиссии, на Си-Омахе. И, по-режиссии, в Богом. И, по-режиссии, в Богом. Брахманы должны быть мягкосердечными, и они должны заботиться о других. Потому что у них есть силы контролировать свои чувства. Но Дакша не был так добр. Но Дакша не был так добр. И Дакша ненавидел своего зятя Господа Шива. Господь Шива не встал со своего места, приветствуя Дакшу, и поэтому Дакша был зол на Господа Шива. Он был в ярости, что даже равнодушно отнесся к смерти своей дочери. Сати пыталась наладить отношения между ее мужем и отцом. Она пришла в дом к своему отцу даже без приглашения. И Дакша следовала оказать ей должный прием, хорошо ее принять, чтобы избежать всех этих размовок и видов недопонимания. Но Дакша не было настроения быть добрым к ней. Таким образом он испортил себе славу. Он получил имя Дакша, потому что его способность производить много детей. Многие и тысячи детей. Дакша получил свое имя, потому что он был способен начинать много-много детей. И мы видим, что люди, которые сильно привязаны к сексу, их сердце становится черцевым. И если гордость задевают, они не могут это терпеть и очень сильно злятся. Но в то же время готовы смириться со смертью собственных детей. На этом мы сегодня остановимся. Есть ли вопросы преданы? Арика, можно спросить? Арика Рижна, Александр Прабу. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, господь Шива, он же не Джива, это же как Шива Татва. Это определенная категория, я такое слышал. А Сати Парвати, она разве не относится к Шахте Татва? Или она обычная Джива? И еще вопрос, у господа Шивы уже нет материального тела? Получается, только у Парвати было материальное тело? Арика Рижна, Махарад, please accept my humble obeisances. Что касается Сати Парвати, они не belong в Шахте Татва? Или Джива Татва? Не Джива. Не Джива. Она не относится к Джива Татвы. Она не относится к Джива Татвы. И, если я не ошибаюсь, он спросит, он спросит, что, Lord Шива, Lord Шива, у него есть спиритальный тело, он не имеет материальное тело? Что? И, Lord Шива, как мы знаем, у него есть спиритальный тело, но что с Парвати? У него есть материальное тело? Ну, как мы сегодня по поводу второго вопроса о Парвати, да, материальное тело или нет? Мы сегодня читали, что она не ушла в Духовный мир, так как у него было материальное тело. Но она не находится на уровне обычного живого существа, она очень могущественна. Но в то же время ее тело не является духовным, так как она находится в материальном мире. Я спрашивал, у Господа Шивы, у него нет материального тела? Раз он Шива Татва, то он не обладает материальным телом, да? И если он Шива Татва, то он не имеет материальное тело? Ау suggests, что он работает с Мерзомом, это не оставляет человека с Мерзомом. Ну, это не просто бодой. Ну, это не просто бодой, как вы говорите, это, как вы говорите, он Шакти Татва, его станет не parceю. Таттва. Так что его тело не обычное тело. Он существует, он в своем ободке, кайлеш, которое находится между материальным и spiritualным миром. И он существует там. Так что его тело, который может быть материал, он не на уровне нашего тела. тело господа шивы не такое как обычное тело высшего существа там как вы сказали он относится к шахте татве не к жива татве и она прибывает свои обители на кайласе между духовным и материальным миром даже если у него материальное тело то не как обычным материальное тело отличается вы первые на очереди дорогой гуру махараджи дорогие преданные пожалуйста принято и смиренные поклоны оставляем ли мы прорабдха карму в момент смерти и уничтожается ли прорабдха карма нашей садану да карма может быть уничтожена саданой да карма может быть уничтожена саданой that is stated in the brahma-samhita это утверждается в brahma-samhita я свинтра-гопам ата-винтра-махосва-карма бандха-nu-rupa-pala-pajana-ma-panoti-karmani-nirtati-kintu-ca-bakti-bhajam govindam adipursam thamahambha-jami lord brahma is saying that i worship govinda who burns up to the roots all fruitive activities of those who are attained with devotion but impartially ordains for each the jew enjoyment of the results of their activities no less in the case of indra the king of the demigods and the indragoppa the tiniest germ дживачач вы знаете brahma-samhita сможете стих какой-то сочетать все существа в мире начиная от индры и заканчивая мельчайшим насекомым индрогопой все они подвержены влиянию кармы который является следствием их прошлых поступков однако карма уничтожается преданным служением однако govinda сжигает карму у чистых преданных которые служат ему вот так я поклоняюсь govinda который сжигает карму чисто преданных служащим я ему поклоняюсь спасибо спасибо да я ну а гуру махарач и 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 Next slide. Yes, well, your Parabdha Karma, that's a material body, so you leave the material body. Of course, the Parabdha Karma is going to influence your consciousness and it's going to affect you. Do we leave it? Yes, Parabdha Karma, you leave it. And the second part of the question is, is we leave Parabdha Karma in the moment of death? Or is it something that is going to happen in the next life? Yes, Parabdha Karma is your body and we leave it in the material body. Of course, Parabdha Karma will affect our consciousness, but we leave it in the next life. Yes, Parabdha Karma is the next question. can take a part of our karma to the next life if we if it doesn't finish here in this life what do you mean didn't finish for example if we if we didn't work off our karma we didn't finish all our karma here in this life you won't finish all your karma your upper rabda karma will go with you your consciousness is going to go with you your subtle body if you didn't commit suicide then you died naturally so then that part of the karma is finished if you don't you don't if you don't you don't it's all if you don't you don't то часть той кармы будет отработанной. Карма не вечная. Карма не вечная. Наша прарабха карма заканчивается со смерти тела. Наша прарабха карма заканчивается со смерти тела. Может быть, биджа, может быть, кута, разные стадии фруктификации кармы. То есть, разные стадии кармы будут приходить на тебя. То есть, что еще не происходит, будет приходить. Ну, остается еще то, что не проявлено. А прарабха карма. Она может быть в форме семени, либо биджа, либо кута. Разница, что не карма не проявленная, да? Что здесь будет? Можете повторить, пожалуйста, там в Махараджа какой-то шум. Остается еще... То есть, прарабха карма уничтожается со смертью тела, но остается еще прарабха карма то, что не проявлено. Она может быть в форме семени, как называется, биджа, кута. То есть, разные ступени, разные степени проявления этой кармы не проявлены. Ага. Спасибо большое за такой глубокий и подробный ответ. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна. Преданный Хришна Гуру Махарадж. Поклоны, пожалуйста, примите. Вопрос у меня в том, что вот сегодня Гуру Махарадж на лекции сказал, «Надо понять, что душа является источником для тела. Как только душа покидает тело, тело умирает». А, я написала «душа». Тело умирает, да. «Любая духовная практика помогает поддерживать здоровье в теле. Не надо предлагать других усилий. Вот мне поэтому… Вам переправить его? Перевести? Это всё или ещё что-то будет? Будет, ну, вопрос. Ещё вопрос будет. Ну, вопрос я не сказал. Да, там вместо «душа умирает, тело умирает» надо исправить. Угу. Угу. Вот так, сейчас. В чат, сюда вот. Вопрос? А сам вопрос, Матча? Я не перебившу, Тарат. Сначала приведите, это в долго же. Харе Кришна Гурмухарадж, и devotees, Please accept my humble obeisances. In the lecture you have told that the source of the body is the soul. And when soul leaves the body, the body dies. And all spiritual practices can keep, can help to keep the body healthy. And the question is? Вопрос преданному. Всё равно же надо заниматься своим здоровьем. Йогой, да, штанга-йогой, ну или там хатха-йогой. Проводить какие-то очистительные процедуры. Эти вот панча-кармы. И, то есть, главное тут правильно выставить приоритет. Да, что если я читаю святую июнь, внимательно без оскорблений, там, садану свою стараюсь делать, исполнять, да, то из этого вытекает уже поддержание моего тела. Я могу и на панча-карму сходить, и йогой позаниматься. А если я ставку делаю только на дополнительные вот эти вот мероприятия, это уже неправильное понимание, да? Понятно я выразилась? Да, вроде понятно сейчас. Таким образом, если мы продолжаем спрятать, то есть мы продолжаем спрятать, we can keep our body healthy but does it mean that devotees need to to keep their body to try to keep their body healthy deliberately for example but does it mean that we should make priorities for example if i have my sadhana if i'll chant and chant spiritual name carefully i can i can do different things to keep my health to be fit for example panchakarma or hatha yoga but if i fix on the keeping my body healthy instead of fixing my sadhana so that is wrong i hope it's understandable i'm sorry yes i think the main point is simply by engaging in bhakti yoga or any spiritual practice you will get also benefit physical benefit if you take care of the soul if you keep the soul healthy then the bottom the mind and the body will also be healthy i think that this is a matter of fact that when you are doing bhakti yoga and духовной практикой we 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 приносим благо также и на физическом уровне то есть если мы даем то есть мы занимаемся здоровьем души если наша душа здорова то и ум в теле также будет здоров just like in bhakti yoga you don't have to do hatha yoga because we get a lot of exercise in bhakti yoga every day we go to temple and offer obeisances stand up bow down we do a lot of standing up and bowing down giving obeisances and also we do kirtan and we get a lot of chanting and dancing so we get a lot of physical exercise например bhakti yoga и нам не обязательно занимаясь bhakti yoga нам нет необходимости заниматься хатха-йогой так как мы очень много двигаемся в нашем преданном служении мы ходим в храм мы стоим много кланяемся поклоны постоянно совершаем киртаны поем воспеваем танцуем so we don't have to be worrying about other things if we just simply fully engage yourself in the spiritual practice if we just eat prasada you eat the prasada you don't eat too much you don't eat too so we don't be healthy если занимаясь преданным служением нам нет необходимости беспокоиться о других каких-то вещах если мы полностью вовлечены в преданное служение то мы будем здоровы например мы едим просад но не есть слишком много не есть слишком мало тогда мы будем здоровы духовная деятельность которой мы занимаемся помогает нам поддерживать тело здоровым хатха-йогой So you don't need to do pancha karma you don't need to do hatha-yoga just engage in bhakti and you can keep yourself healthy нет необходимости проводить pancha-карм у или заниматься хатха-йогой просто занимайтесь преданным служением и будьте здоровы Девушки, леди по Владивостоку каждый день выходят на Харинаму, и участие в Харинаме ежедневное, оно помогает им быть здоровыми, они воспевают, танцуют. Отвечает на ваш вопрос, молодежи вражеране? Да, спасибо большое. То есть, если мы занимаемся мало, да, получается, в храм не ходим и поклон не делаем, то тогда преданные уже будут налегать на панчакармы и на всякие хадха-йоги. То есть, вот это получается, так вот идет дисгармония, да? Если мы занимаемся недостатhando, то мы не ходим кration за молоку, чтобы, например, идти и не ходим к рейдöhски. То есть,ormага, привычmund meter заболеванием и приняты на панчакармы с проводом. Ну, они не должны. Мы может не выйти в церковь, но все равно они должны употреблять в доме, должны получить алтарь, они должны дать наше пасть, они должны дать наше рта, должны воскресить. Вы можете держать на Тоси, вы дать на Тоси, и делаете эти вещи. Вы можете жить с здоровьем. Мы можем не ходить в храм, но это значит, что дома мы не можем поклоняться, у нас дома должен быть алтарь, мы там проводим арать, кланяемся алтарю, у нас есть тулоси, мы служим тулоси, кланяемся тулоси, арать проводим, поклоняемся дома, и так же можно быть здоровым. У нас есть дом, который нужно поддерживать, нужно там поддерживать чистоту, стирка постоянная, то есть уборка, вы можете стирать не с помощью отстиральной машинки, а руками стирать, тем самым увеличивать чистоту. Мы можем увеличить физические упражнения таким образом. Спасибо большое, Гуру Махараджи. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махараджи. Харе Кришна. Матча Хладини. Харе Кришна, Гуру Махараджи. У меня несколько вопросов там вы меняете, если что. Я знаете, что хотела спросить, может, я не знаю дальше продолжение истории с Сати, а вот она не ушла в Духовный мир, а ей что-то помешало уйти в Духовный мир, или она не хотела туда? Вот это первый вопрос. Харе Кришна, Махараджи. Махаммала Бейсин. Один вопрос. Сати не пошла в дуэритюль мир. Почему не Сати не пошла в дуэритюль мир? У Сати есть форма в Духовном мире, и у нее есть форма в материальном мире, и у нее есть форма в материальном мире. У Сати есть форма в Духовном мире, и у нее есть форма в материальном мире, так как у нее есть служение в материальном мире. Так как у нее есть служение, она не ушла в Духовный мир. В Духовном мире она как Пурнамаси присутствует в форме Йога Майи. Но здесь в материальном мире у нее есть служение. Да, спасибо. Потом еще такой вопрос, что Гуру Махараджи сказал, что огонь экстаза от преданного служения, а материальные осквернения исчезают от экстаза сознания Кришны. И получается, что пока что мы не получили экстаза от сознания Кришны, у нас будут осквернения, привязки и так далее. Правильно это понимать? И в начале, когда еще, допустим, у нас нет уже экстаза, каким образом материальные осквернения будут нас покидать? Мари Кришны. Гуру Махараджи has told that the material contamination disappears in the fire of ecstasy of Krishna consciousness. And if you don't feel, if you don't experience this ecstasy, that means that we are still materially contaminated and have material attachment. Is this understanding correct? Until we have ecstasy, you're still contaminated? It may be, it may be that you still have contamination, it may not. It may be that you've already come through, that you've already removed the contamination. And in the beginning of our devotional service, we don't feel this ecstasy. So how does this material contamination disappear? In the beginning, you don't feel ecstasy? No, you should. In the beginning, you should feel ecstasy. I don't know how you don't feel ecstasy. You should be feeling the ecstasy in the beginning. Not surprised. In the beginning, we don't experience ecstasy. But in the beginning, we should experience ecstasy. I'm very surprised. If I understand correctly, I'm not sure. I don't know what is ecstasy. Maybe I don't understand what ecstasy is, but the contamination still doesn't go away. It's, it's, you have this contamination. Well, actually, what you say could be true, that maybe you don't know when you're in ecstasy. Sometimes we don't understand what is real happiness. We think, oh, I'm not happy, but actually, you're actually happy. Sometimes you don't really know that you're happy, but that's when you're happy. The ecstasy can also be like that, that you're actually, you're very blissful and satisfied. This is ecstasy. The ecstasy can also be happy. Just like, thank you, Tan, is ecstasy. It gives us a taste of the full nectar for which we are always anxious. The chanting of the Holy Name. Lord Chaitanya describes in the Shikshastikam, in the first verse. That it gives us a taste of the full nectar for which we're always anxious. And it extinguishes the blazing fire of material life. So, when you put out the fire of material life, that is ecstasy. You feel the ecstasy of spiritual life. Thank you. When you distribute a book, you feel ecstasy. It's so joyful to distribute a book to someone. And when you can bring someone to Krishna consciousness, it's also ecstasy. So, we get a lot of ecstasy in our devotional service. We enjoy lots of ecstasy in performing devotional service. But sometimes we're not aware that this is ecstasy. Sometimes we just don't realize that this is ecstasy. Sometimes we don't realize that this is ecstasy. Can you ask questions? Yes. Thank you. Kriksha, 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 Kriksha. Kriksha, Kriksha. Kriksha, Kriksha. 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 говорит о слабости духовной жизни. Так вот это или может быть еще какие-то... Да, 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 да. Или это так карма влияет, она будет там на протяжении всей жизни так влиять. Как вот это? Это влияние кармы или это наша слабо-духовная практика? Да, да, да. Харикархи, Гуру Махарадж, пожалуйста, пожалуйста, Гуру Махарадж, thank you very much for your lecture. Today we were speaking about that meditation on the lotus feet of Lord Krishna burns the material attachment in the fire of ecstasy. And if we still have this attachment material, does it mean that this is our karma or does it mean that it's our weak sadhana? Yes, it's more our weak sadhana. Это больше, скорее всего, наша слабая sadhana. If you're keeping material attachments, it's your weak sadhana. It's also your strong desire to keep material attachment. we don't want to let go of material attachment. Так как у нас есть это сильное желание, мы не хотим отпускать материальные привязанности. So you can say, oh, it's my karma. That's your desire more than your karma. Мы можем говорить, вот это моя карма, но это наше желание на самом деле больше, чем наша карма. превосходительность. service is powerful and it can help us to get free from these material desires. Но you have to do intense sadhana. но преданное служение очень могущественно и он может помочь нам освободиться от материальных желаний. Но нам нужно заниматься садной интенсивно. я вот хотела еще спросить, что иной раз я смотрю на преданных, кто по мне это кажется, что вроде бы как они серьезно занимаются служением, повторяют мантру, читают, но от этих людей не исходит вот эта энергия счастья, блаженства. я думаю, ну что это, практика что ли не работает, то есть эти как бы преданные они не вдохновляют. И ты смотришь на человека, который занимается материальной жизнью, но он более благочестив, то есть у него более здоровый вид, он более счастлив, чем преданный. То есть вот и у меня вот это очень, как сказать, такое недопонимание, да, почему же преданный занимается духовной практикой, но он как-то вот несчастлив, грустный, ну то есть вот это какое-то несоответствие. вот sometimes we see the devotees, to my mind they're very serious in their spiritual practice, but they do not inspire me, for example, they maybe root this energy of bliss fullness doesn't come out from them, they look unhappy, but to my to my to my to my on the first side they are very strict in their sadhana and devotional service and other people for example they do not so strict in their sudden but they engage in material affairs but they look more happy than the devotees and they inspire more than the devotees so how can how can they understand this this thing well we can understand that whatever happiness these people have it may just simply be superficial it's not real happiness it's simply the happiness of the senses it's very temporary happiness happiness you know just like there's happiness we have to understand there's happiness in the modes there's happiness in goodness passion and ignorance so people in the mode of ignorance they are also thinking I'm happy so we have to understand what is real happiness real happiness comes from the soul from service to Krishna that we're happy to serve Krishna we do the same thing every day but we feel happy we enjoy doing it because it's our service to Krishna so there's 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 of the 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 dog and the pig and there's happiness of the brahma and the devotee of of course people in Krishna consciousness they should be happy they should be satisfied they should be happy if they're in Krishna consciousness one who is engaged in devotional service is happy he's a joyful soul Krishna says in the Bhagavad Gita then if you're not happy then it means you're on the platform of the mind sometimes you feel happy sometimes you don't you're just listening to your mind иногда мы испытываем счастье иногда нет мы просто слушаем свой ум woman listens to her mind and she thinks oh I married this man I should have married this other man or I shouldn't have married you know they're listening to their mind женщина слушает свой ум и думает ой я вышла замуж за этого мужчину лучше бы я за другого замуж вышла и лучше бы я вообще замуж не выходила не надо слушать свой ум you have to transcend the mind you have to come to the platform of the soul understand you're not the body you're the soul you're not the mind you're not the body you're a soul and your soul is part and parcel of Krishna and you're meant to engage in this service to Krishna and we should be happy to be a servant of Krishna to be engaged in Krishna after many lifetimes we've come to this position to be engaged in Krishna service we're so fortunate and we should be happy we should be happy in the служении Krishna after many 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 of our lives we достигли this of our 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 yeah no da отвечает просто мне кажется что я не совсем удачлива потому что я как-то случайно мне кажется оказалась среди преданных потому что ну материальная энергия она больше меня привлекает нежели Krishna thank you very much it's clear now but i think that i'm not so lucky person because i think that i'm i'm in the i'm with the devotees by chance i think that i came to the devotees by chance because material energy attracts me more than Krishna и я не хочу играть ложное такое смирение знаете одел сари тюльбан на голову поставил тилоку и такое ложное смирение что меня только интересует духовная жизнь и все я не хочу играть маски одевать носить маски и и я не хочу играть в очень хорошем и показывать это хумбленность это значит что это не 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 но что майн не 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 Это ум ваш говорит о том, что я не хочу быть примером, изображать себя преданного, одевать сари и ставить тилоком. Это не счастье. Это вопрос, что вы тогда будете делать? Сложить своим чувствам? Вы наносите макияж, красим губы, все это на лицо свое наносим, что-то еще. Значит это, что мы становимся счастливыми. Но это ненадолго происходит. Но если мы делаем что-то для Кришны, мы все равно какое-то счастье испытываем. Вы не чувствуете никакой эстаси, в том, что вы наносите лепестки? Это не дает тебе эстаси? Макияж или когда мы красим губу помадой, это не дает нам экстаз? Но если вы захотите, то воспевание Харе Кришна, оно даст вам этот экстаз. Но ум говорит, да нет, нет, просто будь хорошей русской женщиной. Да, ты можешь быть хорошей русской женщиной. Ты можешь поставить лепестки и макияж и все. Но если ты поставишь на саре и театр, то ты восхищаешь твоей духовной сознанием. И ты испытываешь больше счастья. Можно, конечно, все это. Можно быть хорошей русской женщиной. Можно краситься, все эти вещи, процедуры, манипуляции делать. Но в то же время мы можем носить тилок, одевать сарей. И это пробуждает нашу духовную природу. Это пробуждает наше сознание Кришны. И мы получаем больше удовольствия. Я попробую это делать в храме для Кришны. Я пытаюсь сделать это в храме для Кришны. Да, окей. Хорошо. Да, в храме для Кришны. Да, в храме делать это для Кришны. Но Кришна не только в храме. Но Кришна не только в храме. Кришна везде. Когда вы углубитесь в сознание Кришны, вы поймете, что Кришна находится везде, и вы увидите Кришну в сердце каждого. Да. Да. Он и служит, но все равно вот эта грубость остается. И все равно нужно научиться разглядеть Кришну там. Но это только по милости можно, наверное, достичь, а не как иначе. Да. Да. Когда вы коммуникаете, когда вы коммуникаете, вы увидите, что Кришну служит в храме. Но это все равно, но это все равно, и это все равно. но я думаю, что я смогу видеть Кришна в сердце, но я думаю, что это возможно только через Кришна. Конечно, люди могут быть грубыми или вести себя отвратительно, но это их проблемы. Это их проблемы с их умом. Пускай они с ними разбираются, но вы должны осознавать себя. Конечно, все сражаются с умом. Не позволяйте другим, вас беспокоить. Держите свой ум под контролем. Люди могут быть грубыми, оскорблять, но просто улыбнитесь и скажите, что у вас сегодня вы испытываете проблемы с умом вашим. Поэтому вы заказательность себя ведете. Но если они учатся, то они пытаются быть преданными, но они борются со своим умом. То есть, вы можете пытаться помочь им. О, я знаю, я знаю. Если кто-то скажет что-то очень грубое, то они просто говорят, «О, я знаю, я чувствую, как вы делаете. Я знаю, что этот мир материал, это так ужасно». То есть, они нуждаются какой-то комфорт. Они трудно с ума с ним с их умом. То есть, будь дадим их на своем силу. Скажем им, что они любят за имя. «Кроли, дайте их на己, что прийти на моем мое. Да, преданы могут грубить или делать какие-то вещи неприятные, но вы скажите им просто, да, я вас понимаю, я то же самое чувствую, что вы этот ужасный материальный мир. Мы просто боремся с умом, эти люди просто борются с умом и чувствами, поэтому им нужно дать какое-то прибежище, будьте с ними вежливы, деликатны, можете сказать им, ну, можете поплакать у меня на плече. Но не позволяйте чьим-то грубым словам заставить вас отвернуться от сознания Кришны. Просто рассматривайте эту грубость, как какое-то испытание, которое дает вам Кришна. Кришна вас испытывает, он хочет посмотреть, насколько вы решительно хотите быть в сознании Кришны. Кто-то может говорить неприятные слова, но вы же не собираетесь оставлять сознание Кришны просто потому, что кто-то грубо что-то сказал. Если кто-то грубо себя ведет, это значит, что у него проблемы с умом, он сражается со своим умом, ему просто нужно прибежище. Попробуйте дать им это прибежище. Позаботитесь о них. Скажите, вы грубо себя ведете по отношению ко мне, но я не собираюсь вести себя так же. Я буду милой и добра. Отвечает на вопрос? Да, Гуру Махараджи. Просто мне не всегда получается быть милой и доброй по отношению к этим людям. Мне хочется им треснуть по голове. Спасибо большое, Гуру Махараджи. Потому что иногда я не могу быть милой к таким людям. Извините. Я знаю, ты тоже у вас проблемы с умом. У вас тоже проблемы с умом, да, я понимаю. Да. Хорошо. Я думаю, что мы должны остановиться сегодня. Спасибо большое, Гуру Махараджи. Спасибо. Окей, шла прабхати, джай, гору мактавриндаки. На этом закончим. Бхактивный наш Терасим Хамхараджки. Я. Спасибо большое за перевод, Харе Кришна. Спасибо за геройский перевод. Пожалуйста, все слава. Спасибо. Кришна. Продолжение следует...